Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это шоу-матч. Сегодня играет у нас Бавария, обладатель Лиги Чемпионов против команды Лиги Чемпионов, собранных из лучших игроков всего турнира, именно по моим оценкам, которые у нас были в обзорах Еврокубка, когда мы симулировали все матчи, и так вот выставляли мы оценки, каждый раз делали команду Тура, и вот из этих команд Тура я собрал вот эту вот команду, естественно, в ПСЖ, потому что они проиграли финал, и им надо реабилитироваться снова, может быть, составом. Ну что ж, давайте пробежимся по составу. На воротах у нас Давид Аспина, именно он будет у нас на воротах играть, есть также на скамейке запасных на вас. Почему вы спросите? Потому что оценка выше у Аспины, можете тоже это посмотреть, ни для кого это не секрет, оценки все есть в предыдущих роликах по обзорам именно Лиги Чемпионов. Дальше слева у нас в защите это Шульц, в центре обороны Упамикану, Дели, также есть еще и Деми, вот он Цопник 78, он получил тоже высокий рейтинг, именно на позиции центрального защитника в одном из матчей Наполи. Вот, дальше идет Клостерман и также Мюнье, дальше полузащита, здесь у нас Зелинский, Рангуис и Тони Кросс, также на скамейке есть Руслан Малиновский. А слева в нападении у нас Пулишич, в центре нападения у нас Крещано Роналдо и справа Ито. Ну и на скамейке Демария, Моура и Тимо Вернер. Ну что же, посмотрим, как сыграют эти парни против Баварии. Ну что же, последний это абсолютно точно выпуск по Лиге Чемпионов и Лиге Европы именно сезона 2019-2020. Будет еще Суперкубок Бавария против Севильи, но это чуть попозже. Сейчас у нас шоу-матч команды Лиги Чемпионов, из лучших игроков, которые в ней участвовали, против команды, обладательницы Лиги Чемпионов против Баварии. Посмотрим, как сегодня сыграют. Кстати, Крещано Роналдо очень, мне кажется, идет форма ПСЖ. Напишите, как вам в комментариях. И да, сейчас будут многие писать, где же Леонель Месси, почему его нету. Ребят, я не выстраивал так, что у меня будут, например, самые лучшие игроки. Нет, у меня здесь самые лучшие игроки именно по оценкам, которые выставляла сама FIFA в матчах, когда я обозревал матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Сейчас у нас именно Лига Чемпионов, поэтому Месси не попадал ни в одну из команд недели. Так что вот. Крещано Роналдо, да, попадал. Он стал еще и лучшим нападающим группового этапа, да и вообще лучшим нападающим, потому что у него оценка аж 9,2 была за групповой этап. Ну что же, посмотрим, как отыграет такой ПСЖ. Вообще, ПСЖ 2-0 победили по моей симуляции, но в реальности проиграли 1-0. Поэтому здесь мы посмотрим. Зелинский неплохо забрасывает, а вот здесь вот Крещано Роналдо сбрасывает чуть пониже на Кросса. Кросс отдает на Зеленского, Зелинский на Ито. Тишина на трибунах. Тони Кросс забивает, это 1-0. Хотя бы никак в шоу-матче Лиги Европы у нас не будет без голевого матча. 42-я минута и Тони Кросс забивает. Вот так вот. Мадридский Реал, который вылетел в Лиге Чемпионов от Манчестер Сити. Замечательно его игрок Тони Кросс. Вроде он даже лучший игрок группового этапа. Мы помним, как Мадридский Реал действительно очень хорошо в нашей симуляции играл на групповом этапе. Тони Кросс забивал дублин. Ну и вот сейчас тоже он забивает в выставочном шоу-матче. И все. 1-0. ПСЖ снова выходит вперед. Причем за все наши симуляции Бавария ни разу не забила ворота ПСЖ. Вот такие вот дела. Подача. И Ливандовский забивает на 85-й и сравнивает. Что за матч, друзья. Вот это действительно выставочный шоу-матч. Очень хороший пристрельный прям был этот удар головой. У Памикану непонятно где был. Здесь действительно все-таки оборона провалилась. Ну и вряд ли бы вообще даже на вас потащил бы такой удар. Ну здесь 1-1. Выставочный шоу-матч. И матч скорее всего будет переведен в дополнительное время. Ну хотя бы голы забили в основное. Уже радует. Поздравляем Роберта Ливандовски. Во-первых, с завоеванной Лигой чемпиона. Во-вторых, с забитым голом в шоу-матче. И какой замечательный заброс сейчас пошел на Лукаса Моуру. Тоже игрок Тоттенхэма. Тоттенхэм вылетел от Лейпцига, между прочим. И Малиновский забивает. Забивает Руслан Малиновский. И он забивает. Сработала замена тренера. Руслан Малиновский забивает. Очень хорошо прям боролась Аталанта против ПСЖ. Но, к сожалению, не смогли они их пройти. Поджали в конце матча ПСЖ Аталанта. И все. 2-1 тогда вылетела Аталанта от ПСЖ. Это вроде был четвертьфинал. Вот. И Малиновский очень хорошим ударом поражает ворота Мануэля Нойера. Ну и теперь только если сравняет. Бавария будет у нас серия пенальти. Пока что снова забивает два мяча в ворота ПСЖ. В ворота Баварии, извиняюсь. Футбольный клуб ПСЖ. Как и своим обычным составом, так и таким. Но забивает. И все, друзья. Со счетом 2-1. То есть снова забивает два мяча в ворота Баварии ПСЖ. Вот таким вот даже шоу матчевским составом. Тони Кросс, Ливандовский и Малиновский. Забивали сегодня голы. Так что, друзья, спасибо всем большое. Мы заканчиваем сезон Еврокубков. FIFA 20. Сезон 19-20. Сыграем мы только в конце сентября. Там вроде суперкубок. У Ефаи то вряд ли мы его уже сыграем в FIFA 20. Ну хотя кто знает. Все-таки прошедший сезон помянем, так можно сказать. Да и FIFA 20 уже давным-давно похоронили все. Так что все. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok